Здравствуйте, дорогие телезрители! Мы снова рады приветствовать вас на нашей передаче, на которой продолжаем отвечать на вопросы, поступающие от самой активной части нашей аудитории. Как и всегда, хочется начать нашу с вами телевизионную беседу со слов благодарности всем тем, кто продолжает присылать свои замечательные вопросы на адрес нашей студии, являя тем самым интерес к тем тематикам, которые мы обсуждаем в рамках наших с вами кратких телевизионных встреч. Самым искомым состоянием человеческой личности является свобода. И многие люди, желая приобрести это состояние, считают, что для этого необходимо обзавестись достаточно большим количеством денег, думая, что денежные знаки могут дать это состояние. И поэтому предпринимают для этого всевозможные усилия. Но однако, как показывает практика и история, деньги или состояние — это очень текучее и, с другой стороны, непостоянное явление. Совсем недавно мы с вами пережили глубочайший экономический кризис, когда многие лишились больших состояний и огромного количества денег. Некоторые люди буквально обнищали, лишившись со столь еще недавно радостным благополучием. Некоторые считают, что свобода — это когда ты можешь передвигаться без всяких границ и оказаться в любой части мира. Но и для этого, опять-таки, необходимые средства. И, ко всему прочему, существует такое понятие, как реализация. И многие люди, пытаясь приобрести эту самую свободу, ощущают некую пустоту, потому что постоянное передвижение или рассматривание мира, его красот — это, пожалуй, не то, к чему призван человек, являющийся служителем и, вместе с тем, имеющий потребность чего-либо достигать в своей жизни или реализовывать свои собственные внутренние способности или возможности. Некоторые считают, что свободу может принести власть, и поэтому, стремясь к этому состоянию, они порой вынуждены переступать через какие-либо свои собственные внутренние моральные правила, потому что достижение власти в современном мире невозможно порой достичь честным и порядочным путем. Перебирая все это и многое другое, нужно сказать, что человек, живущий в сообществе себе подобных, все-таки всегда ограничен всевозможными рамками и, вместе с тем, условиями. И поэтому сказать о том, что в нашем с вами человеческом бытии, в физическом состоянии возможно достичь свободы, не вполне объективно. Священное Писание предлагает нам другое видение свободы. Первые страницы Библии, повествующие о творении человека, говорят нам о том, что Бог сотворил его по своему образу и подобию. Одним из свойств Божьих является свобода. Действительно, Господь, как Творец всего видимого и невидимого, свободен. Его нельзя, грубо говоря, заставить делать что-либо. Этим же качеством Он наделил и человека. Читая Евангелие, мы с вами иногда сталкиваемся с весьма парадоксальным явлением, когда Господь, как повествует Писание, не мог сотворить многих чудес по неверию людей в той или иной области Израиля. И вот, оказывается, из этих повествований можно сделать вывод, что иногда человеческая свобода, дарованная Богом, способна ограничить божественное всемогущество. Когда человек, закрывая свое сердце на ключ неверия, не пускает туда самого Бога. И Господь, как истинная любовь, никогда не является взломщиком человеческого сердца, давая человеку возможность реализовать свою свободу даже в своем собственном неверии. Идя далее по первым страницам книги «Бытие», мы с вами доходим до места самого трагического во всей человеческой истории описания грехопадения. И вот с этого момента все те дары, которыми наделил Господь человека, получают искаженный вид. Сейчас в современном мире мы очень часто слышим о свободе, о любви. Но, однако, все люди вкладывают в это понятие совершенно не библейское понятие. Сейчас нам с вами пытаются навязать, что свобода — это тире вседозволенность, когда человек должен реализовать или осуществить все свои потаенные желания, вне зависимости от того, какого качества они являются. Человек ведь свободен, и поэтому должен себя проявлять так, как он считает нужным. И поэтому мы сейчас в современной культуре встречаемся со всевозможными проявлениями даже безобразия, безкусицы и откровенного уродства. И все это называется свободой. Наверное, не стоит говорить и о том, что понятие любви имеет совершенно искаженное представление. Библия предлагает нам видение свободы, как прежде всего освобождение от рабства греху и рабства дьяволу. После грехопадения человек подпал под власть злого и нечистого духа. И до пришествия в мир Христа Спасителя человеческая воля и человеческая свобода были весьма и весьма ограничены этим злым духом. Не случайно на страницах Евангелия мы с вами очень часто встречаемся с повествованиями, в которых рассказывается об одержимости людей. В современном мире, после пришествия в мир Христа Спасителя, когда действует благодать Духа Святого и существует Святая Церковь, мы с подобными явлениями встречаемся весьма редко. Достаточно вспомнить евангельское повествование о Годаринском бесноватом, человеке, в которого вошел целый легион злых духов. Этот человек обладал колоссальнейшей физической силой, разбивал цепи, которыми связывали его добрые люди, желая уберечь от гибели, и которые он разбивал, разрывал, как тоненькие нитки. И этот человек был страдающим, скитающимся, одиноким и немогущим жить в человеческом сообществе. Он был мучимым. Своим пришествием Господь ограничил власть дьявола, дав возможность через церковь и церковные таинства человеку совершенствоваться и освобождаться от рабства греху. В таинстве крещения человеческое сердце навсегда запечатлевается для входа туда злого и нечистого духа. И поэтому лукавый не может насиловать человеческую личность, которая включена в тело церковное. Замечательная беседа произошла некогда у Христа с книжниками и фарисеями. Он призвал их веровать в истину, которая должна сделать их свободными, на что они ответили, что они не являются рабами. И Господь далее раскрыл то состояние, к которому должен стремиться человек, а именно освобождение от рабства греху. Человек, который служит греху, тире служит и дьяволу, который является самым главным наустителем всякого греха. И когда человек покоряет себя страстям, то его невозможно назвать свободным. Даже тогда, когда он как бы, видимо, физически ни от кого не зависит и способен сам за собой ухаживать, не в зависимости от помощи других людей, если он подвержен страстям, он является несвободным человеком. Есть жизнеописания святых людей, которые находились в рабстве, в физическом рабстве, по тем или иным причинам, попадая в руки людей, которые делали их рабами. Но однако через совершенствование, через исполнение евангельских заповедей, эти люди достигали подлинной внутренней свободы. Находясь в состоянии физического подчинения другому человеку, они внутренне были свободны, потому что сумели очистить свое сердце и свою душу от всякой нечистоты, всякой страсти и всякого греха. Неоднократно в рамках наших с вами телевизионных встреч мною приводились примеры того, как иногда люди порабощают себя страстям, к которым самым страшным можно отнести бечи нашего времени. Это наркомания, алкоголизм и горная зависимость. Все это делает человека подлинно рабом. Я привожу эти примеры, потому что они самые сильные и вместе с тем самые наглядные. Этих людей мы можем наблюдать среди человеческого сообщества, в любых населенных пунктах. И поэтому видение этих людей говорит об отсутствии в них свободы и о том, какую страшную силу может взять над человеком греховное пристрастие. Убегать от этого всего и внутренне освобождаться через соединение с Церковью и со Христом приносит подлинную и истинную свободу, которой каждый человек стремится и вместе с тем иногда не знает, как ее обрести. «Веруете в истину, истина сделает вас свободными», говорил Христос Спаситель, указывая на Себя, который есть истинный Бог и Мессия и подлинная и истинная свобода. На этом наша передача окончена. Я еще раз благодарю вас за замечательные вопросы. Всего вам доброго и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok